приветствую вас 3 части и сейчас мы будем делать пальчик распускаем наши ниточки просто поддеваете немножечко вот так вот спицей и вытягивает у вас остается на 3 открытые петельки снизу у вас их 4 сверху 3 бойтесь что у вас такое различие при этом 4 это дефекты трикотажного трикотажного изделия вот теперь смотрите у вас с нижней стороны 4 и вот здесь вот как бы в косичке еще вот она пятая вы ее одеваете затем верхней стороны вот так вот поворачиваете к себе тоже здесь вот есть еще одна петелька 4 вы увидите их они идут косичками то есть так и они идут и здесь и с этой стороны вам еще нужно вот где-то здесь приблизительно найти еще одну петельку где вы будете ее набирать и так в общем берете ниточку приготовили еще третью спицу для набора петель можно нижние сразу поделить на две спицы можно по ходу действия в общем смотрите набираем вот так вот пропускаете сантиметров 15 там можете 10 ниточки и начинаете набирать не набирайте провязывать петельки четвертой спицы и так вот натягиваете ниточку которую хотите присоединить и провязываете верхние петельки 1 2 3 и 4 теперь смотрите с этой стороны у вас тоже вот смотрите две петельки одну вам нужно набрать где-то вот я ее просто так вот здесь присоединяло одну вам нужно набрать где-то посерединке вот здесь вот а вторая у вас на спицы то есть вот где-то ее приблизительно здесь наберите посерединке и вторую со спицы провяжите еще можно захватить здесь провязать третью на эту спицу а затем провязываем следующие две оставшиеся вот так вот и еще здесь вам нужно набрать одну петельку где-то вот здесь вот между допустим наберем вот здесь петельку а затем может быть исправим посмотрим где нам нужно ее будет набрать я сначала так набираю на обувь а затем проверяю чтобы у меня не было дырочек все красивенько было в общем потяните ту ниточку которая присоединяли и снова провяжите второй ряд то есть смотрите у меня получилось на 1 1 2 3 4 петельки на одной спицы затем на 2 1 2 3 петельки на 2 и 3 на 3 то есть 1 2 3 и смотрите на вот этих петельках у нас и будет вязаться пальчик провязываться вот эту серединке которая у вас ниточка осталась вы ее проденьте вовнутрь вот начало как бы пальчику нашел проденьте вовнутрь чтобы она вам не мешала и продолжайте набирать высоту пальчику допустим сантиметра где-то вот не сантиметра давайте рядочка 3 сначала провяжем и так вот второй я начала провязывайте второй просто лицевыми петельками вяжите все ряды лицевой гладью продолжаете и вот я второй ряд довязала и третий ряд хочу провязать вот набрав немножечко высоты не будет видно где у меня дырочки а где их нету почему мы оставляли ниточку по длине для того чтобы если у вас совсем не получится идеально скажем так набрать петельки вы сможете потом аккуратненько внутренним швом подшить и смотрите я вот откладываю спицу и смотрю здесь вот смотрите вот здесь у меня получилась небольшая дырочка с этой стороны с другой стороны у меня все отличненько я вот подтянул хотите просто возьмите перенаберите петельку то есть одну распустите и вот здесь вот где-то перекрестить перекрестить и петельку вот так смотрите сейчас я вам один раз покажу вы будете знать вот так вот и распускаете считаете два-три ряда-четыре ряда то есть вы хотите эту петельку просто перекрещенной провяжите первую. Перекрестили, теперь надеваем крючком, делаем вот эти вот воздушные петельки и возвращаем петельку на место. То есть вот, смотрите, у вас не стало здесь дырочки, та, которая была. Здесь проверяете, дырочек нету. Ой, соскочили петельки, смотрите, аккуратненько двигайте спицами, а то вы не соскочили. Здесь проверяете, нету дырочек, здесь нету и с этой стороны нету. Все, значит, если дырочек у вас нету, никакие дефектов, то продолжайте дальше набирать высоту пальчиков. Ну, допустим, наберете 5,5 см. После того, как провяжете 5,5 см трубочку, я вам покажу, как мы будем заканчивать ее. Вот мы довязали высоту пальчиком. И теперь точно так же, как и сверху, мы будем убавлять по 2 первые петельки на спице. Одно убавление сделали на одной спице, затем на второй спице убавление, на третьей спице делаем убавление. Вот. И еще раз делаем убавление на вот этой спице, на которой было 4 петелечки. А теперь делаем следующим образом. На вот эту петелечку, которая была у нас сейчас провязана, мы возвращаем ее на левую спицу и на нее будем нанизывать все оставшиеся петельки. То есть вот на одну спицу нанизали, одну спицу нанизали на петельку, вторую. И сейчас вот третью нанизываем, затем спицы отлаживаем в сторону, вот так вот, и берем крючок с ножничками. И берем крючок с ножничками. Теперь вот так вот в петелечку вводим крючок, подтягиваем его хорошо, петелечку затягиваем и делаем 2 воздушные петельки. Вторую петельку вытягиваем и обрезаем ниточку. Вот так вот подтягиваем наши петельки. Берем, вводим крючок на изнаночную сторону, вот так вот, пальчик, и вытягиваем нашу ниточку. Таким образом прячем этот кончик вовнутрь. И с внутренней стороны его нужно зафиксировать. Вот так вот. Выворачивайте на изнаночную сторону и прячьте кончик. Так, зафиксировав ниточку с изнаночной стороны, выворачиваете на лицевую сторону и проверяете. Если у вас здесь остались дырочки какие-то, прощелины, то можете их просто вдеть ниточку в иголочку и немножечко закрепить. Но, в принципе, у меня получилось довольно-таки аккуратно, поэтому я закрепила ниточку с изнаночной стороны и тоже вот вывернула на лицевую сторону. Итак, смотрите. У вас получилась вот такая замечательная варежка. Я думаю, у вас получилось даже красивее, чем у меня. Можно ее украсить. Здесь так как у нас елочка, камеру не очень видно. Я сфотографирую вам потом, покажу, как оно выглядит в, ну, так скажем, более светлое время суток. Вот. Эту елочку можно украсить бусинками, какими-то снежинками. Это по желанию. То есть, как вы хотите видеть свою, в общем, варежку. Делайте аналогично вторую, только я вам говорила нюансы, которые нужно учесть при изготовлении второй. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Было, в принципе, в некоторых местах легко, в некоторых не сильно. Но я думаю, вы справитесь. И у вас все обязательно получится. Ровных вам петелек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.